я увидела вконтакте подкаст у меня срезонировала записалась резонировали именно те слова о спасение утопающих делал самих утопающих и вот просто пошел такой резонанс и я вот она и здесь у меня уже не было никаких вообще сомнений я нашла своим вот внутренним домом своим внутренним голосом я почувствовал все я нашла по большому счету она говорит очевидные вещи которые мы не замечаем когда мы это слышим и слышим не один раз мы можем это слышать и слышать простые очевидно те вещи которые даже видел обращал внимание неоднократно видишь но почему-то замыливалась проскальзывал но когда мы с собой обнаруживаем эти вещи и вот она то что говорилось мы собой прочувствовали и увидели это совершенно другое понимание этих слов а вот вскрытие собой своими ощущениями и здесь идет изменение себя и я на как проводник очень тактично подводит и показывает да может быть не один раз и ждет когда мы сами обнаружив и сами вскроем собой тот или иной аспект то или иное понимание ощущения именно вскрытие собой все люди ищут что-то мистическое и я в том числе постоянно увлекалась чем-то таким интересными историями происходили очень часто происходили в моей жизни какие-то мистические события со мной и когда я пошла в проект вот здесь произошли действительно очень интересные такое волшебство внутреннее изменение себя внутреннее обнаружение себя словами это не писать через это это надо прожить почувствовать собой тогда я не понимала что происходит просто происходили какие-то события но почему они происходили я не знала когда на тот момент я не представляла что это я сама собой это создаю проживаю внутренний голос кричал что-то здесь что-то не так я на показала именно тот путь и я именно показала тот момент что мир и я одно целое прожить тот момент что я являюсь проектором а собственного мира и ощутить себя одновременно и режиссером этого мира и актером я на помогает обнаружить себя настоящего а на индивидуальном практике даются задания если куда-то что-то личность уводит а сразу созвон с яны звонки да вот звонят звонят родители звонят родственники друзья но это совершенно другое здесь такая забота такая нежность и такое терпение и столько любви голос яны очень много значит и созвоны это такой спасательный круг до то же время так не туда обрати внимание повернись прорабатываем проговариваем голос яны он вовремя останавливает показывает на правильное направление при общении с яной есть разница посещение вебинаров индивидуального практа индивидуальный практ он дает на самом деле больше чем посещение всех вебинаров и прослушивание подкастов здесь я четко прочувствовала что если бы я не пошла на практ я бы прокачала не себя а свою личность чем отличается индивидуальный практ от самостоятельного пути я конечно не не рискнула идея дорогой потому что практика показала много лет я шла самостоятельно таки я на тебя говорит что она ведет нас внутреннему проводнику что мы должны обнаружить внутри внутреннего проводника и не полагаться на именно на яну чтобы мы обнаружили и пошли самостоятельно своими ногами ногами своего духа на самом деле рак без яны невозможен имея на руках все вопросы задания пройти практика самостоятельно моем понимании невозможно потому что когда мы получаем какое-то задание находясь ментальном мире мы начинаем выполнять это задание умом я на же доводит до того чтобы мы обнаружили это собой и не зная и не понимая вот внутренних ощущений мы бы опять же представили себе мы нарисуем иллюзию пути в себе и пройдем всем кто ищет кому откликается рекомендую лучше сделать чем постоянно думать есть зод надо истин каждый бы смолен сам выбирать свой путь если откликается и резонирует надо действовать и вообще весь тракт о том что на путь это не то что я сижу и представляю не то что я сижу и визуализирую себе а какую-то свою жизнь и какие-то изменения а путь именно то что надо встать и идти надо обнаружить надо вскрыть надо действовать во всех подкастах всегда говорится о наблюдении за собой со стороны и пройдя этот путь в практике я обнаружила собой что наблюдение это совсем не то что я до как-то представляла себе именно представляла слушая подкасты то наблюдение я бы назвала больше какой-то внимательностью и только пройдя про открываешь собой что такое есть настоящее наблюдение за собой и за этим миром со стороны не погружаясь процесс на самом деле она дает много во первых не погружаясь проблем гораздо легче их решать и рассматривая взаимодействие с этим миром с людьми наблюдая за собой со стороны гораздо понятнее как надо принимать решение что надо делать отстраняясь от проблемы легче и решить и не погружаясь в эти процессы будет меньше энергии и правильно я на говорить быть в мире но не от мира не убегать от проблем решать их на месте но не погружаться в эти проблемы знакомые да говорят что я поменялась поменялась манера общения поменялся голос слушая голос я слышу что я повзрослела на начальном этапе как будто это детский голосок изменения происходят опять же личность замыливает кажется что ничего не изменилось мы также здесь также в этом же мире просто что-то меняется внутри меняется восприятие этого мира меняется ощущение те изменения которые произошли в моей жизни которые произошли во мне соответственно в моей жизни это благие изменения сейчас я чувствую себя будто я повзрослела я чувствую себя что я действительно стала другой ощущение себя поменялось, концентрация себя поменялась, какая-то внутренняя наполненность. Я не скажу, что я была какая-то рассеянная, но это состояние концентрированности и собранности, оно совершенно другое. На текущий момент меня у себя стало гораздо больше. Когда я пришла в практ, я считала, что я вошла в практ без всяких ожиданий. Но на последнем вебинаре я обнаружила, что у меня все же таки были и представления, и ожидания. Ментал всегда нас вводит от себя какими-то красивыми, яркими картинками, какими-то яркими представлениями и всегда нам дает какую-то такую погремушку либо красивую картинку, которая никогда не будет соответствовать. И расхлопнулась иллюзия, она исчезла, спала вот эта еще одна длина с глаз и исчез еще один сказочный персонаж. И как будто я снимаю с себя костюмы, которые я в течение жизни на себя натягивала. Вот я играю роль. Одну натянула на себя костюм. Поверх этого костюма у меня на всякий случай еще есть тот костюм. И вот это без конца постоянно в игре, постоянно в ролях и вот просто вот такой уже ходячий шкаф с кучей масок. И по пути с Яной я как будто теряю маски, теряю эти костюмы и все больше и больше обнаруживаю себя настоящую. Яна для меня спасательный клуб, такой путеводитель, человек, который действительно прошел тот путь, прочувствовала собой. Яна знает куда ведет. Для меня Яна стала не только проводником, а в какой-то степени где-то и учителем, где-то таким заботливым родителем, который корректно и плавно подводит к тому, чтобы обнаружить ответ собой. И здесь действительно такой в одном лице и проводник, и родитель, и учитель. Ну больше, конечно, заботливая мама. Мягкая, которой всем не хватает, такой мягкой, заботливой, терпеливой мамы. И Яна скорее вот такой заботливый родитель. Мама и папа в одном лице. Яна, я вам очень благодарна, признательна за то, как вы меня ведете. Я бесконечно счастлива, что встретила вас. И то состояние, которое вы дарите, ощущение и понимание себя, те очевидные вещи, которые умалчиваются, замыливаются, их обнаружение дорогого стоит. Вы на самом деле больше, чем проводник, и, наверное, даже больше, чем родитель. Вы помогаете родиться настоящими. С вашей помощью я получила действительно новую версию себя. Не такую, как я себе представляла, но действительно новая версия меня. И здесь вот нет тех слов, которые можно вот передать. Столько благодарности. И я всегда буду с вами, и вы всегда будете со мной. Большое чувство благодарности и любви. Вот это, конечно, оно переполняет. Эта связь, которая у нас наладилась, это взаимное доверие, взаимное уважение, взаимная любовь. И вот ощущение этой бесконечной заботы, любви, нежности, терпения, это чувствуется. Я как будто действительно ощущаю себя, как вот маленький ребенок, который находится внутри у трубы матери. Вот мама, чувствуешь, что любовь, заботу к себе, вот ты как будто защищен. Вот эта вот защита и внимание, любовь, забота, они просто окутывают и ведут, ведут к себя настоящему. Тут просто словами даже не передать все те ощущения, которые испытываешь, когда находишься в проекте. Тот путь, который мы прошли вместе и дальнейший наш путь, он дорогого стоит.